Библейский портал экзегет.ру представляет Доброе время суток всем любящим чтения и исследования Слова Божия. И мы продолжаем с вами исследовать книгу «Исход» на интернет-портале экзегет.ру. И с вами сегодня снова я, Солодков Андрей Иванович, преподаватель Сретенской и Переринской духовных семинарий Российского православного университета города Москвы. И мы с вами рассмотрели на прошлой лекции 13 главу, сказали о том, что всякое лучшее, то что есть первенцы, есть определенные предметы, которые подсвящаются Богу, и предметы называются святыми, никто не имеет права использовать их, святые вещи, в каких-то бытовых условиях. Например, если мы с вами вспомним, что однажды в книге пророка Даниила описывается, когда Валтасар, который захватил народ израильский в плен, где был пророк Даниил и его друзья, то однажды, когда он в своем пьяном угаре развеселился, то он потребовал принести святые сосуды из Дома Господня, ведь израильский иерусалимский храм был захвачен, и оттуда были вынесены сосуды, и когда он из них пил вместе с блудницами, то мы помним, что Господь его наказал, там явилась рука невидимая, было написано, ты взвешен на весах и найден легким, и он был наказан и поражен Господом. Мы вспомним, что есть и другие тексты и истории в Священном Писании, которые запрещают то, что отделено и посвящено Господу, использовать в каких-то таких повседневных жизненных условиях. Например, Оза, помните, когда Ветхозаветный Ковчег наклонился, и он чуть было не упал, он хотел его поддержать, но тоже был поражен Господом, то есть сказано, не прикасайтесь к святыне, то, что отделено Богу, это имеется в виду во многих степенях, мы будем об этом тоже говорить достаточно подробно, сейчас просто в продолжении этой темы скажу, что есть вещи, которые отделяются Богу, и никто не, просто кратко, никто не имеет права прикасаться к ним. Это касается и милости, которую мы отделяем Богу, это касается, между прочим, и десятины, которую никто не отменял, и мы об этом говорили. Она была отменена когда-то, то, что посвящалось Богу, десятая часть от дохода, но это было в имперской России, где была определенная статья, такая бюджетная статья, которая выделялась на монастыри, на храмы, сегодня ее нет, и об этом нужно помнить, поэтому ветхозаветное предписание, касающееся даже десятины, я думаю, сегодня не утеряло своей серьезной роли. И мы с вами читаем далее 14 главу, «И сказал Господь Моисею, говоря, скажут сынам Израилем, чтобы они обратились и расположились в Таре Станом перед Пи-Гахи, Рафом между Миг-Долом и между морем перед Ваал-Цифоном, напротив его поставили Стану море, скажи, и скажет фараон о сынах Израилев, они заблудились землетой и заперла их пустыня». А я ожесточу сердце фараона, опять мы видим это упрямство, и сейчас в пятой главе уже будет сказано, что фараон, который отпустил совсем недавно народ израильский, теперь уже об этом пожалеет. Вот пятый стих, вернее, он говорит, «Зачем я отпустил Израиля, чтобы они не работали нам?» То есть мы видим, что дьявол, когда видит, что стремление человека оставить ему работать, как вот есть утренняя молитва, которую мы с вами читаем, «Многомилости, милости, Боже мой Господи, в своей системной грязи любви шел, платился, как прежде поработал сатанель Стивом, так поработай тебе». И вот дьявол не оставляет человека в покое, потому как он гнусный клеветник, всегда желает человека снова, как сказано апостолу Павлу, вернуть на свою блевотину, чтобы человек снова, как говорится у Исаака Сирина, увлекался грехом и работал бы смерти, то есть у Исаака Сирина есть такие слова, говорит, «Человек грешащий, работающий дьяволу, подобен псу, который лижет пилу и упивает, собственно, кровью». То есть тот дьявол, он всегда стремится, несмотря на все намерения, особенности, когда человек намеревается выйти из этого египетского служения греху, то он его стремится преследовать на протяжении всей жизни, но надо помнить, что Бог все контролирует, он знает, когда что-то допустить, каким-то искушением, когда не допустить, и, как мы уже говорили на прошлых лекциях, в какой мере, сказано только в той мере, которую человек может снести, не посылает Бог сверх меры, каких-либо испытаний. И далее мы видим, что фараон намеревается гнаться, он взял 600 колесниц отборных, 7 стих, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими, и ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилю, и сыны же Израилю шли под рукой высокой, и погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войска его, и настигли их, расположившись у моря. Мы видим, что вот это погоня, и народ израильский видит, как клубы пыли поднимаются взади, гонящиеся за ним 600 колесниц. Это нужно представить, что там творилось тогда в пустыне, и где-то уже, может быть, и дрогнуло их сердце, и как мы видим, что это так и произойдет. И вот, как сказано в 10 стихе, фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились. Видите, уже тут и страх такой. И возопили сына Израилева Господу. И сказали Моисеи, разве нет гробов в Египте? Здесь уже проявляется такой молодуши. Как и в нашей жизни бывает так, когда человек начинает ходить в храм, он видит, что что-то его постигает, какие-то неурядицы в его жизни, и он говорит, лучше бы, может быть, и я бы и не ходил, меньше бы ругался со своими родственниками. Но хочется поддержать такой молодуши и сказать, что в Священном Писании у Господа сказано, кто любит меня больше, нежели этот мир, отца и мать, тот не достоин меня. Почему звучат такие слова, на первый взгляд, для человека, только знакомившегося с Священным Писанием, вроде бы строгие? Как это любит меня больше, чем отца и мать? Многие спрашивают, разве Священное Писание не предписывает почитать отца и мать и любить их? Конечно, предписывает. Но о чем здесь речь? Речь, чтобы не дрогнуть в этом пути в Царстве Божии. Речь о том, что только у Бога мы можем научиться жертвенной любви, правильной любви по отношению к ближнему, по отношению к своей семье, по отношению к своим детям. А этой любви в Священном Писании, как вы знаете, эти слова мы часто вспоминаем в послании апостола Павла Коринфиным, сказано, любовь долго терпит, не завидует, не превозносится, не ищет своего. Вот я надеюсь, что у вас с собой рядом Священное Писание, и вы достаточно неплохо в нем ориентируетесь, можете уже находить тексты. Вот этот 1 Коринфянам, 13 глава, сказано, любовь долго терпит, 4 стиха, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Вот этой любви жертвенной Бог хочет нас научить. Заметьте, что здесь сказано, долго терпит, ведь именно все неурядицы в нашей семье между родными и близкими, из-за того, что мы терпеть друг друга не можем. Мы готовы иногда любить весь мир, а вот с кем мы на кухне утром встречаемся, иногда так и вот с каким-то небрежением. Милосердствует, любовь не завидует, завидь, старошный грех, когда мы завидуем успеху одного человека, даже своего друга, не превозносится, не гордится, не ищет своего. Но об этом вообще лучше не говорить, кто из нас не ищет своего, по-моему, это мир и человечество только этим занимается. Не раздражается, не мыслит зла и так далее. И вот народ израильский, когда его преследуют египтяне, то есть это бесы во главе с дьяволом, прообраз фараона, то он дрогнул. И хочется снова сказать, что надо укрепляться в Боге и помнить, что Бог не посылает нам никаких испытаний сверх сил. И сказали Моисею, видите, как они здесь уже смолодушествовали, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню, только сейчас они радовались, что вышли, а теперь ропщат на Моисея. Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое, говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Это обычная история, когда люди спорят между собой, то они начинают, именно вот эти прорекания, я же тебе говорил, а ты же мне говорила, а ты меня не послушал, а вот лучше было так. Читая Священное Писание, очень легко бывает распознать, откуда этот дух присутствует в отношениях между людьми. Вы помните, видя эти слова, вы помните о том, когда Адам пал, то Господь обратился к нему с этими словами, где ты? То есть Бог вездесущий, он, конечно, знал, где Адам, но произошла у Адама дебилость ума, и он спрятался в кустах, от вездесущего, всезнающего Бога. Он ему задает вопрос, где ты? Адам не признает свою вину, он сваливает на Еву. Он говорит, это ты, жена, которую ты мне дал. Только сейчас он воспевал во второй главе, в конце, в последнем стихе, это плоть от плоти, кость от кости, это фактически поэтический эпос. Но вот как произошло отпадение от Бога, то есть от истинной любви, он уже говорит, это жена, которую ты мне дал, Ева говорит, это змей, которую ты створил. То есть, как в той поговорке, я не я, лошадь не моя, я не виноват, Вася, зачем ты разбил вазу там в детском садике? Он говорит, это не я, это Маша меня толкула, Маша, что ты? А Маша говорит, она сама упала. Ну, известная история, поэтому, зная Священное Писание, мы можем всегда определить, какой дух, от кого все эти слова, пререкания, кто в данный момент здесь влез в наши семейные отношения, в наши дружеские отношения, как они здесь говорят, мы говорили тебе, зачем ты вывел нас, я же тебе говорил. Это все бесовские такие наваждения. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне. Удивительные слова этого мужа веры, он говорит, не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне. То есть, в этих искушениях главное не бояться, помнить всегда, что Бог правит миром, Бог правит человеком, Бог все держит под своей властью, главное здесь устоять, апостол Павел об этом и пишет, припаяште чресла ваши, известные тексты, да, стойте, увидите спасение Господне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовек. То есть, Моисей пророческим, уже своим видением, понимает, что Господь будет поборать, он так дальше говорит, в 14 стихе, Господь будет поборать за вас, а вы будете, будьте спокойны. То есть, вот, когда наступают какие-либо искушения, споры, пререкания, ропот, что делать православному христианину? Моисей говорит, будь спокоен, стой и посмотри, сам Бог будет за тебя заступаться. Действительно, стоит только вот попробовать, есть удивительная книга, духовного, руководство к духовной жизни, это в Арсенофе Великого и Иоанна Пустынника, где даются эти советы, они говорят о том, что только попробуйте, на упреки не отвечайте упреком, на раздражение, раздражительностью, да можно и вспомнить, в общем-то, слова преподобного Амвросия Оптинска, он так и писал, надо жить, не тужить, никого не обижать, никому не досаждать, и всем мое почтение. Действительно, только так, смирением, любовью, спокойствием, будьте спокойны, говорит Моисей, можно победить раскаленные стрелы дьявола. И мы читаем далее, и сказал Господь Моисею, что ты вопишь ко мне, скажи сынам Израилем, чтобы они шли, а ты подними жезл твой, и простри руку твою на море, и раздели его, и продут сыны Израилевой среди моря по суше. Я же точу сердце фараона, они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне, и всем войске его, и на колесницах его, и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, который покажу славу мою на фараоне, на колесницах и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским, между станом сынов Израилевым, и был облаком и браком для одних, и освещающий ночь для других. И не сблизились они друг с другом во всю ночь. Удивительные события здесь описываются о том, что Господь обещает, что Он будет побороть их. Колесницы гонятся, но Бог посылает Своего ангела. Ангельский мир. Более подробно есть удивительное произведение святого Дионисия Репагита об ангельских чинах, ангельских мирах. Это тот самый Дионисий Репагит, которого обратил апостол Павел в свое проповеде миссионерское в Реопаге. Об этом сказано в 17 главе книги Деяниях апостолов. Действительно, каждому человеку, а мы сейчас будем говорить и о крещении, про образе, каждому человеку дается ангел-хранитель. Но не только в крещении. Есть ангелы, которые управляют этим миром. Есть начало и силы. Что такое силы? В православном богослужении есть такие тексты, которые мы воспеваем так, что силы небесные ныне с нами. То есть силы небесные есть ангелы, определенная иерархия, которая управляет именно небесными бесплотными силами. Но есть начало, которые управляют стихиями этого мира. Например, откуда знают птицы, куда лететь? Там в определенное время, вон ласточка бедная, до самой Индии летит, обратно летит. Представьте себе, какой путь. Это через океан, это не погода, это не острова, где остановиться. Но летит сюда, в Россию, для того, чтобы здесь вывести потомство и улететь обратно, чтобы там продолжить какую-то жизнь. Не хочет она там выводить свое потомство в этой, в общем-то, языческой стране. А хочет здесь. Кто управляет всем? Куда рыбам плыть? На нерест. Там мишки их показывают по телевидению. Некоторые такие интересные бывают. Очень мало, конечно, но бывают программы, где вот эти медведя, лосось срубают, вот он туда плывет, казалось бы, что там, зачем плыть, когда ты погибаешь. Всем этим управляют ангелы, начало. Также есть ангелы, которые сохраняют народ, то есть отвечают именно за сохранение какого-либо народа. Есть ангелы, которые отвечают за сохранение какой-то земли. Есть ангелы, которые отвечают за сохранение монастыря. Есть ангелы, которые отвечают за сохранение храма. Обычно это ангелы тех, в честь которых названа та или иная обитель или тот или иной храм. Поэтому ангел здесь Божий посылается для того, чтобы сохранить народ израильский, сохранить его от египетского нашествия. И мы видим, что столб облачный является видимое присутствие Бога и разделяет ночь, где они были, там была тьма, а где был народ израильский, там был свет. Так и в жизни. Для одних слово Божие, как сказано у апостола Павла, это запах смертоносный, а для других это глухание Божие. И далее разворачиваются интереснейшие события. И простер Моисей руку свою на море и гнал Господь море с сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушью и раступились воды. И пошли сыны Израиля среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу возрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного. Заметьте, Господь возревает из толпа облачного и огненного. И привел в замешательство стан египтян. Отнял колеса у колесницы так, что они влекли их с трудом. И сказали египтяне побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. И сказал Господь Моисею просты руку твою на море и до обратиться воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисея руку свою на море и к утру вода возвратилась в свое место. А египтяне побежали навстречу воде, так, что потопил Господь египтян среди моря. Такое удивительно известное нам событие, что как поется в церковном песнопении фараон водами потопляемым, гнавшийся за Израилем, мы видим, что Господь своим чудом великим Моисей прообразом креста дотрагивается до моря и море расступается по дну морскому, проходит народ израильский и потом он касается и фараон погнался за ним, но стены, которые, такой был проход, стены, которые были по правой, вода, как столбом стала, как сказано, по правой стороне, по левую, народ израильский прошел, а фараон был потоплен. Это прообраз крещения указывает на то, как в крещении, когда и море недаром называется черное, то есть переводится как красное море, кровью Христовой омываются все наши грехи и они погибают, это прообраз фараона и его слух, погибают в водах крещения, то есть омывается первородный грех, который все люди приобрели от Адама и являемся наследниками греха. Как апостол Павла сказано в послании к римлянам 5 глава 12 стих есть такие тексты, я призываю вас открывать тоже священное писание, потому что мало ли что кто говорит, всегда надо проверять, что сказано. Послание к римлянам 5 глава 12 стих сказано, посему как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков потому что в нем то есть в Адаме все согрешили. И вот в водах крещения мы омываются этот Адамов первородный грех. Поэтому мы и крестим детей по вере восприемников прощается им грех тот самый приобретенный. Подобно тому, как например если родители болеют пороком сердца или еще какими заболеваниями хроническими, то они часто передаются детям. Так и здесь вот эта удобопреклонность к греху способность такую имеют согласно словам апостола Павла переходить из поколения в поколение. Но в водах крещение это грех омыт и потоплен. крещение это в общем-то начало жизни. Крещение это рождение. Человек рождается в этот мир трижды. Первый раз человек рождается от отца и матери. Второй раз человек рождается когда крестится. И третий раз человек рождается когда умирает. Есть смерть первая и есть смерть вторая. Чтобы нас не постигла смерть вторая нам необходимо родиться второй раз. Что это значит? Смерть первая и смерть вторая. Смерть первая это отделение души от тела. Это естественное состояние каждого человека и никто этого не избегнет. А что значит души? Согласно православной антропологии душа трехсоставна, потому как была створена по образу и подобию Божию. Отца, Сына и Святого Духа. И душа имеет трехсоставность. Ум, чувство и волю. И поэтому вторая смерть, первая смерть это отделение души от тела, то есть ума, чувство и волю, когда человек умирает. А вторая смерть это отделение души от Бога, то есть ума, чувство и волю. И Макарий Великий по этому поводу говорит, очень трудно понять, очень легко, нетрудно понять, где будет человек и с кем после этой жизни. С кем он привык жить в этой жизни, там душа его будет находиться и после смерти. То есть о ком он привык думать в этой жизни, размышлять, куда он направил свое чувство, куда он направил свою волю. По молитве, Отче наш, да будет воля твоя, як на небесе и на земле. Или как-то иначе. С тем, то есть выбор всегда в этой жизни. Вот крещение это начало рождения. Поэтому в крещении человек рождается в вечность. И некоторые люди обижаются, когда говорят, ну почему вы в церкви, там, закрещенных на литургии не молитесь. Мы можем молить за всех человеков, и в литургии звучат эти тени, за всех и за вся, но частицы вынимать евхаристические не можем, потому что этот человек не родился в святом крещении. Но это подобно тому, что когда придет человек и скажет, давайте помолимся вот за Сергея, вот он здесь сидит, а его нет. Или за Машу, а ее тоже нет. Как мы можем обращаться к человеку, которого пока еще нет, который пока еще не родился. Итак, крещение это рождение. И недостаточно православному человеку только креститься, а в храм не ходить. Это все равно, что как, например, человек поступит в университет, а ходить не станет. Это будет такой вечный абитуриент. Этого смысла никакого нет, цели не достигнет. Диплом ему тоже никто не даст. Итак, это очень важная глава. Мы ему уделили поэтому столько времени, здесь столько событий, особенно то, что касается крещения. Моисей, народ израильский, проходя через Черное море, прообраз крещений в водах крещенских и Черное море кровью спасителя Господа Иисуса Христа. А гибель фараона — это гибель всех грехов и оставление их, так как ничего греховного не войдет в Царствие Божие. Продолжение следует...